Сегодня я научу вас, как сделать защиту на отношения, защиту от конкурентов или конкуренток, от соперников, от каких-то наглых посягательств на вашего человека. Это и для мужчин, и для женщин пригодится. И всегда, когда вы делаете сами, всё-таки, не смотрите видеообряд там, или там, не просто посмотри, а что-то делаете сами, у вас получается артефакт, магический предмет свой. Это всегда ещё посильнее, потому что вы вложили свою энергию, и потому что это просто предмет материального мира. Это придаёт мощи. Вот игры, иглы, иглы, это универсальный магический атрибут, и их часто используют для защиты. Будем так и мы поступать. В данном случае они у нас будут исполнять функцию агрессивной защиты от соперниц или соперников, для защиты отношений ваших. Будут охранять от наглых соперниц или соперников тогда, когда вы сами не можете контролировать ситуацию. То есть, вас нет рядом, непонятно, что происходит, так вы будете спокойны. Мы готовим этот магический артефакт. Вам нужно купить 77 иголок. Ну, наверное, их будет больше, там, в пачках, по-моему, обычно, по 10. Ну, будет лишнее, неважно. Вам нужно 77 штук. Купите по карте или без сдачи. Это довольно важно. Принесёте домой, выньте их там из пачки, если вы в пачках покупали, и возьмите их в руки аккуратно, перебирайте так и скажите. 77 стражей острых, 77 слуг моих верных, 77 зубастых зверей. Любовь мою защищайте. Моему любимому или любимой только меня подпускайте. Копьями ощетиньтесь, яритесь, раскалитесь. Так. Вот, один или несколько раз, так скажите. То есть, вы закладываете в эти иглы программу и ставите их себе на стражу. И таким образом, к тому же, вы делаете так, что вас эта защита отбивать не будет, потому что это ваши слуги. Всех, кроме вас. Далее вы берёте сковороду, сковородку. Ну, свою простую сковородку обычную. Не надо покупать специально, просто то, что дома есть. И высыпаете эти иглы, все 77 штук, в сковородку. Зажгайте огонь и прожаривайте их как следует, чтобы они, правда, раскалились, чтобы они, правда, были горячие. И пока вы это делаете, вы читаете заговор. Ну, столько раз, сколько нужно, чтобы уже увидите, что иголочки жареные. Я буду женское читать, но мужское, понятно. Дам текст. Пришла я к железному терему, в нём 77 железных зверей. Я в повод возьму тех зверей, уведу от железных дверей, от 77 башен, приставлю к своему любимому. Отныне будете стражей стоять, железными зубами клацать, от всех девок и баб моего любимого охранять, чтобы они все о нём и думать забыли, за три версты обходили. А кто полезть к нему посмеет, пусть тут же сто раз о том пожалеет. Ключ, замок, язык. И вот как иголки остынут, вы их соберите и смотаете их вместе в пучок, скажем, ниткой, можно и скотчем, в принципе. Получится такой острый пучок. Вот это и будет артефакт агрессивной защиты с отбоем. Как ей пользоваться? Если у вас нет возможности это подложить любимому человеку, тогда возьмите фото. Нет фото, значит, рисуете портрет, написываете имя его тогда на бумаге. И вот в это фото или портрет заверните иглы и спрячьте. Это будет защита. Если есть у вас такая возможность, допустим, вы хотите, чтобы в постели где вы с ним встречаетесь для интима были только вы всегда, то можно, пока он там куда-то вышел, скотчем к низу кровати эту штуку закрепить. Короче, эта защита, эти стражи будут там вам служить и так, где вы их поставите. и не допустят они никого, кроме вас, к вашему любимому человеку. Как это работает? Сами будут очень, большинство женщин, ну, или мужчин, если вы, так сказать, на девушку делаете, они просто, ну, то есть, будут сами сторониться. Это так действует. Ну, а кто полезет, тот получит наказание. Тот уж, кто не спрятался, вы не виноваты. Успехов вам!